Здравствуйте, да. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас представьте, представьте. Он же Гогу, все знают. Ну, естественно. Представьтесь, еще раз, пожалуйста, для нашей дороги. Поляна Татьяна Григорьевна. Очень приятно, да. Я поехала на чемпионат мира по бразильскому джиу-джицу в Абудабе. Привезла золотую медаль, первое место. Можно? Конечно. Вот это. Можно. Можно перевернуть, там очень тоже красиво и сзади. Ух ты. Так, еще бы прочитать с нужной стороны. Правильно, покажи. Вот так. Отлично, отлично. Шейх Заяд бин Сотан. И сам Шейх Заяд выучал? Нет, его уже, к сожалению, нет. А, а не Заяд, Мактум. Абудабе, вот джиу-джицу фестиваль. Обалдеть. А что же мы не поехали, не понял. А много участников было? Участников было очень много. Сопередование проходит целую неделю. Поэтому каждый день уделяли время разным категориям. В первый день был фестиваль, это белые пояса. Также это пара джиу-джицу. То есть один-то люди боролись. Следующий день идут же девочки. Дальше идут мальчики. А после уже мастера по синим поясам. И дальше профессионалы уже по более высоким поясам. То есть соревнования настолько масштабные, то что за один день невозможно всех участников догнать. Есть рейтингры. По-моему, первое место среди девчонок мы смотрели на сегодняшний день это арабы. Второе место, по-моему... Руслан, второе место Казахстан по девчонкам? Эмираты, первое место. Да, первое место Эмираты, второе Казахстан, а третье разделили Украина и Россия на сегодняшний день по девочкам. А не заслуживали вас? Нет. Своим не... Объективно, да? Они сильнее? Ну, судейство было на высшем уровне, все было объективно, баллы давали честно. Могли дисквалифицировать и своих. Ну, ребят, действительно, притраться не к чему. Ага. Все, вы довольны первый раз? Да, первый раз. Какую вы у нас представляете секцию или клуб спортивный? Атас Украин. Клуб Атас Украин. Тренируюсь я в Одессе. Тренер? Юрий Владимирович Смоленинов. Также перед подготовкой к соревнованиям я тренировалась и у Сергея Пасечного, который сегодня нас встретил. Ага. Набаривалась и с другими ребятами. У нас очень дружный клуб, тренировок у нас много. И с ребятами боретесь? Ну, со своими, конечно же, на тренировках. Бросаете их только так, да? Ну, с мальчишками, конечно, тяжело, в ощущении, легко в бою. Поэтому на тренировках всегда к самым сильным мальчикам. Вот эти вот ребята тоже, это все команда, да? Да, это вся наша команда. Вы единственная заняли первое место? Нет, также у нас Алина Фигнастая взяла первое место. Вот, девчонка. Мальчики, у мальчиков была очень масштабная категория, у всех 40 плюс человек. Они взяли по пятому месту. Ну, в общем рейтинге мы смотрели, парни, у нас два мальчика поехало. Они представляют клубу Шинкан. В рейтинге они взяли пятое место. Я считаю, тоже очень достойно. Они далеко прошли. Все. Значит, вы давали интервью самому лучшему каналу на ютубе. Студия гонщиков с Одессы. И Андрея 34М5. У нас два канала. Передавайте привет нашему каналу. Смотрите, подписывайтесь, лайкайте. Мы сейчас вам расскажем, как нас найти. И посмотреть себя. Удачи вам. Удачи вам в личной жизни, в спорте, во всех отношениях. Удачи, здоровья, счастья, благополучия и процветания. А мои пожелания обязательно сбываются.